Девушки отдыхают Но нет, ради фанатов или же собственной выгоды, миссис Роулинг в ночь с 30 на 31 июля, в свой день рождения и в день рождения Гарри, выпустила пьесу «Продолжение истории Гарри Поттера и всех-всех-всех». И что вышло? Колоссальный успех, и дабы поднять еще денег, ходят слухи и переговоры об экранизации книги. Но есть же пьеса в лондонском театре, скажете вы. Да, есть. Но чтобы ее увидеть, надо быть где? В Англии. А вы где? В остальном мире. Смотреть что-то, снятое на телефон, как-то не камильфо. Да и вы видели, кого взяли на главные роли? Конечно, да, толерантность важна, но никому из поклонников актерского состава восьми фильмов не хочется видеть Гермиону с черным цветом кожи. Это просто непривычно. Когда ты закрываешь глаза и вспоминаешь Гермиону, кто перед тобой? Лично передо мной прекрасная Эмма Уотсон с чудесными кудряшками и смущенной улыбкой, которая говорит «Левиоса», а не «Левиоса». Но это все детали. О чем же восьмая книга? Внимание будут спойлеры и недовольство. Слабонервным лучше выключить видео. Действие начинается как раз в том месте, где закончились дары смерти, на эпилоге 19 лет спустя. И открывается тем самым разговором Гарри с сыном, где Альбус Северус Поттер, названный в честь двух величайших волшебников, переживает, что распределяющая шляпа отправит его на Слизерин. Гарри пытается успокоить сына, но кажется все тщетно. Затем Альбус и Роза Уизли Грейнджер следуют в Хогвартс. По пути в поезде Альбус находит себе нового друга, которым оказывается на удивление всем и на радость фанатам Драрри, Скорпиус Малфей. В Хогвартсе они попадают на церемонию распределения. В итоге Альбуса и Скорпиуса распределяют на Слизерин, а Роза попадает в Гриффиндор. Альбус поднят на смех. Как это сын великого Поттера и на Слизерине? Это не проходит даром. Парень получает психологическую травму. Ему кажется, что он неудачник, что он разочарование семьи. Ему приходят мысли о том, что лучше бы его не существовало. Спасает его лишь дружба со Скорпиусом. Но этого никто не одобряет. Ведь ходят слухи, что Скорпиус проклятое дитя. Чье дитя? Того, кого нельзя называть. Волан-де-Морта. Дескать, Астория и Драка не могли никак сделать ребенка. И Астории пришлось лететь в прошлое, где она понесла от Волан-де-Морта. Так проходит и первый учебный год, за который Альбус все больше закрывается в себе. Второй год начинается и идет нисколько не лучше. Парней все больше подвергают гонениям. Делают из них изгоев. На третьем курсе в школу идет Лили, младшая из Поттеров, и попадает она, как и старший брат, в Гриффиндор, что больно бьет по Аллу. В этом же году у Скорпиуса от болезни умирает мать. Все действие начинается на четвертом году обучения. Да, парень не бузил, как папаня каждый год. Перед поездкой в Хогвартс, Гарри пытается поговорить с сыном. Дать ему напутствие, наладить взаимоотношения, но что-то не выходит. Они начинают ругаться, и Гарри в порыве гнева говорит, что жалеет, что Алл его сын. Гарри также пытается подарить сыну то самое одеялко, в которое был завернут, когда его подбросили на Тисовую аллею к Дурслим. Альбус и так тяготится, что у него такой же отец, тяготится вниманием к нему и ненавидит то, что все от него ждут героических поступков. Естественно, старое одеяльце, которое чуть ли не причислено к лику святых, раз оно покрывало бренное тело великого Поттера, злит Альбуса, и это только разрушает его отношения с отцом. Он вспоминает, как к отцу в гости пришел Амос Дигари и попросил дать ему маховик времени, чтобы спасти сына. Но ведь все маховики уничтожены, скажите вы. Но нет, один удалось сохранить, и он находится у Гермионы, у министра магии. Альбус рассказывает Скорпиусу, и они решают украсть маховик и спасти Седрика. Тут-то и начинается все самое интересное. Конечно, можно было рассказать все, но зачем портить впечатление? Руководство кинокомпании Warner Bros. ведет переговоры с приобретением прав на экранизацию пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», ставший официально восьмой частью Поттерианы. Фильм планируется выпустить к 2020 году. К участию в нем продюсеры собираются привлечь Дэниела Редклиффа, сыгравшего Поттера в восьми уже вышедших картинах по книгам Джоан Роулинг. И если для хороших сборов достаточно напомнить о «Гарри Поттере», кинематографисты, в данном случае из Warner Bros., сделают все возможное, чтобы заполучить проклятое дитя для экранизации. Не исключено, что с Роулинг они почти договорились, а заполучить актеров из оригинальной франшизы для них станет делом чести. Ведь кинозрители вряд ли примут другую Гермиону, кроме Эммы Уотсон, и другого Гарри, кроме Дэниела Редклиффа. Подождем-увидим. На этом у нас все. Заходите на наш канал, подписывайтесь и ставьте лайк.